здравствуйте сегодня решил рассказать про историю которую рассмотрел верховный суд суть история заключается следующим значит был совершенно дтп водитель с места дтп скрылся и в рамках административного производства по дтп это было не установлено лицо в дальнейшем это лицо было установлено и привлечено к уголовной ответственности но все эти дела шли своим ходом автомобиль участвующий дтп поскольку он является вещественным доказательством был дознавателем помещен на хранение по результату рассмотрения тех дел этот автомобиль пострадавшие в дтп был передан на ответственное хранение собственнику и собственник попытался его забрать так вот за 14 месяцев пока длились эти судебные разбирательства накопилось стоимость его хранения порядка 200 тысяч рублей и когда собственник который является ответственным хранителем этой вещи попытался ее забрать ему было предъявлено требование о оплате услуг хранения так вот три судебные инстанции рассматривали это дело независимо от положения уголовного процессуального законодательства соответственно в соответствии с ним у нас вещдоки хранятся за счет в общем-то казны вот но требование было предъявлено и суды рассматривая это дело в гражданском процессе то есть когда хранитель уже сам этой вещи которым дознаватель передал на хранение обратился с иском к ответственному хранителю собственнику автомобиля все суды достаточно убедительно говорили что вот да мужчина ты должен на вот но в это дело встрял верховный суд и верховный суд решил что в общем-то все неправильно у нас есть процесс и доказательства должны храниться за счет казны а потом эти издержки компенсироваться за счет в общем-то преступника или там виновника дтп как вариант вот и все это по правил речь идет о деле 56 дефис кг 23 дефис 2 дефис к 9 от 14 марта 23 года мы ссылочку на данный документ приведем в комментариях и свои комментарии и мысли об этом мы изложили для адвокатской газеты публикация выйдет сегодня-завтра и соответственно ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал и тогда все будет хорошо